Вы наверняка знаете, как выбрать дверь, опираясь на материал и тип отделки. Но сегодня мы поговорим о том, как правильно спроектировать дверь в интерьере, чтобы учитывать особенности помещения. Традиционно в помещениях используются распашные двери. Я думаю, я вряд ли расскажу для вас что-то новое. На что стоит обратить внимание в таких решениях? В открытом варианте такая дверь должна образовывать угол не меньше 90 градусов. Это необходимо, во-первых, для безопасности. Обратите внимание, здесь торчит ручка. А во-вторых, для того, чтобы не заужать проем. Поэтому при проектировании учитывайте, что здесь обязательно должен быть наличник. Так как полотно в межкомнатных дверях в жилые помещения составляет 70 или 80 сантиметров, вы должны учитывать, что это пространство необходимо предусмотреть в этом помещении. Поэтому нам стоит обратить внимание на такой вариант, как дверь-книга. Посмотрите внимательно. Специальный механизм позволяет открывать дверь и практически не съедать пространство в помещении. Специальная система уплотнителей позволяет сохранить звуко- и теплоизоляцию в этой двери такой же, как в стандартной. Эти двери отлично подойдут для маленьких санузлов и узких коридоров. Еще один вариант, который сэкономит ваше пространство, это раздвижная дверь. Конечно, здесь немного страдает звукоизоляция, поэтому я не рекомендую использовать такие двери для жилых помещений. Но они хорошо подойдут, например, если мы хотим разделить кухню с гостиной, либо сделать отдельный вход в гардеробную комнату. При творческом подходе раздвижная дверь – это не только инженерное решение, а целая дизайнерская идея. Если ваше пространство позволяет, мы рекомендуем не заужать проемы, а использовать двухстворчатую дверь. В этом случае мы получим больше света в наше помещение и при этом оригинально оформим всю интерьерную концепцию. Если вы не хотите создавать пафосную атмосферу в своем интерьере, но двухстворчатая дверь вас интересует, рассмотрите асимметричный вариант. В этом случае мы имеем широкое полотно и небольшое дополнение. Конечно, внутри помещения пространство придется немного потерять. Но такие двери хорошо подойдут для большой гостиной или для шикарных интерьеров в большем пространстве. Проектируя двери для вашего интерьера, не стоит останавливаться на стандартном распашном варианте. Если вы потратите немного больше времени, то обнаружите, что есть действительно подходящее решение для вашего помещения.